Пока мы перемещаемся из района в район, волонтёры рассказывают, что часто видят могилы умерших посреди города. Такая картина не только в Северске, но и в других городах и сёлах вдоль линии фронта. Животных очень много. Кто выезжал, животные же пооставались. Они же не виноваты, животные наши. Приходится кормить, ворить. Ну а что делать? Солдаты помогают нам. Вот. И пресса тоже приезжала, помогали нам. Ну просим, просим, да, помощи. Мы как-нибудь справимся. А вот животные... Даже спустя год полномасштабной войны люди при выезде берут с собой только самое необходимое. А кто-то и вовсе забирает лишь домашних животных. Коты домашние. С нами прожили 10 лет. В квартире и год в подвале. Ну да, они как наши члены семьи. Почему до последнего объясняю? Потому что у меня здесь дача была. Там животное на даче. Тут родственники. Тётка сама осталась. Война кругом разруха. Север страдает вновь. Улицы опустили. Нет больше прежних слов. Спасли мы 18 кошек из руин. Блудились в одиночестве. Забрали в новый мир. Спасибо всем за помощь в эту трудную годину. Мы верим, будет мир. Пусть кончится война. Одинокие дома стоят безжизненно. Но вместе мы сильны. И мир восстановим. Помогаем друг другу. Не оставим в беде. Вместе мы пройдём. И спасём все сердца. Спасибо всем за помощь в эту трудную годину. Мы верим, будет мир. Пусть кончится война. Помогаем друг другу. Не оставим в беде. Вместе мы пройдём. И спасём все сердца. Спасибо всем за помощь в эту трудную годину. Мы верим, будет мир. Пусть кончится война. Добрый день. Мы решили снять очередное видео и поблагодарить всех, кто решил помочь нашим питомцам. Если кто не знает, мы приехали уже три недели. Уже была работа четвёртая неделя. Как мы выехали из города Северска в Донецкой области. Были бомбёжки такие, что мы уже не в состоянии были там оставаться. Мы вывезли с собой 17 кошек. А 18 кошка у нас осталась в Северске. Она навела где-то котят. Мы не знаем. И когда мы уезжали, её не было. Хотя бы даже если бы она пришла, мы всё равно бы её не забрали, потому что мы не оставили бы котят умирать. Соседка говорит, что она бывает приходит, она поет её молоком. Как бы с ней всё хорошо. Мы надеемся, что мы скоро вернёмся в Северск. Также мы хотим поблагодарить... Просто даже... Мы даже не ожидали, что будет столько людей, которые неравнодушны к нашим животным, к судьбе наших животных, которые помогли нам с деньгами и продуктами питания для животных. Мы очень рады. Просто очень большое спасибо вам. Благодаря вашей помощи мы смогли купить для животных всевозможные препараты. Вот препарат от блох, клещей, так же, как от стригущих клещей, так же и идёт... Я не знаю, как он называется... Подкожный клещ. От подкожных клещей. Средство просто бесподобное. Это не реклама. Оно стоит... Мы покупали его 110 гривен. Вот такой баллон. Он приличный по ёмкости. Здесь написано, надо обрабатывать просто... Шерсть раздвигаете и брызгаете. Но мы делали не так. Мы делали шерсть, раздвигали и прямо брызгали на само тело. На тело брызгали. Чуть-чуть растирали. Ну, так вот точечно. Здесь, 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 здесь. Но самое главное, хорошо обработать хвост. Нельзя брызгать на мордочку. Мы на палец брызгали и пальчиком уже там всё втирали. И были у нас и стригущий клещ, и подкожные клещи. Ну, буквально через неделю всё. Все блохи исчезли. И вот уже, грубо говоря, полтора года, хотя они, кошки, жили на улице и гуляли с другими котами. Приходили к нам там целая куча блохастых. Ну, никто блох не набрался. Видать, оно длительного действия. Потому что сейчас блох нет. Но мы взяли на всякий случай. Также взяли для кошек это противозачаточные. Также взяли это самое. Ну, я не буду рекламировать. Так же взяли от этих самых от гельминтов. Ну, говорят простым языком, от листов. От листов таблеток взяли и взяли, уже пропоили от листов и пропоили витаминами. Так, нам теперь самое главное где-то найти, может кто-то знает, этих самых волонтеров, которые стерилизуют кошек. У нас, сейчас на данный момент, 9 кошек. Ну, котов мы не будем стерилизовать, так как они у нас не метят. Сколько, я говорю, у нас получается 8 котов и 9 кошек. И одна кошка у нас осталась в Северске. Ну, вот нам хотя бы 9 кошек простерилизовать. Почему? Потому что я не могу топить кого-то там или это-это. Я так не могу. Как говорится, не я жизнь котятам дал и не мне ее забирать. Вот если кто-то знает, может, какие-то волонтеры делают вот эти вот стерилизации для кошек. Если что, пожалуйста, это самое. Напишите нам. Мы почитаем, обязательно позвоним. Большое спасибо всем, кто остался неравнодушный к нашим животным и помогает им. А сейчас мы хотим познакомить вас с нашими питомцами. Это у нас мама-лапа. Самая старшая кошечка. Ей 3 года. Дося! Дося! Вот наша Дося. Эту кошечку зовут Дося. Эту кошечку зовут Доня. Кошечка. Мышка. Мышечка. Такая красивая девочка у нас. Самая разговорчивая кошечка это Тина. Тина! Тиночка. Красавица. Вот такая вот у нас, смотрите, трехцветная кошечка. Тина! Тина, посмотри сюда. Смотри. Тина! 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 Тина, смотри. Это Тина. Маня! Маня! А эту кошечку зовут Маня. Манечка, смотри сюда. Маня. Маня-бородач. Самая шустрая кошка. И эта кошечка у нас просто не обожает помидоры. это у нас Соня. Тоже трехцветная кошечка. Соня! Соня! Зовут ее полное имя Соня Марковна. Посмотри на меня. Сонечка. Ой, ты красавица. Эту кошечку зовут Нора. Норочка! Нора. Какая вот красавица она у нас. Эту кошечку зовут Муся. Самая красивая и самая добрая кошечка. Муся! Муся! Мусилька! Муся! Муся! Смотри сюда. Муся! А теперь познакомим с нашими котиками. Это котик Мурзик. Наш красавец. Это Томас. Тома! Вот такой вот котик. Этот котик у нас его зовут Царап. Он боязливый. Да, он у нас пугливый. Царапыч. Он боится. Царапыч. Ну, покажись. Ну, вот такой вот котик. Котик Марсик. Марсель. Марсель, да. Они боятся. Это котика зовут Бося. Бося. Бося Кабачок. Потому что он коротенький, весь такой компактненький. Бося, Бося, смотри сюда. А этого котика зовут Рыжик. Рыжик. Очень красивый котик. Самый коммуникабельный Рыжик. Да, самый коммуникабельный Рыжик. Миша, смотри до меня. Мишка. Кот Миша. Такой добрый котик. Миша. Миша. Ну, хороший. Этого котика зовут Беляш. Самый красивый котик. Беляшик. Сегодня были в магазине. Купили, вот, специально для животных продается по 35 гривен килограмм. Это говядина. Так. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ларис, помни, пожалуйста, высыпать в миску. Ну, это все-таки, мне кажется, лучше, чем какой-то непонятный корм. Ну, вот, что здесь? А что это, Ларис? Почки. Печень, почки, селезенка. Легкие. Легкие, да. А вимя нету здесь, да? Вимя нет. Да. Вот и в этом. Короче, костей здесь нету. Вот такой вот, такие вот куски. Ну, 35 гривен, мне кажется, тут немножко жировки есть. Это уберем отдельно. В общем, смотрите. 35 гривен килограмм. Мне кажется, это все-таки лучше, чем покупать дешевые корма. Самые дешевые, по чему, не помнишь? По 100 гривен, да? 100 гривен килограмм. А самый нормальный корм начинается от 200 гривен. за килограмм. Проще же, конечно, купить такого. Будем добавлять, делать им смесь. Это будет 70% мяса вот этого. И 30% будем всякие крупы. Вот смотрите. Все в кульках. Костей никаких нету. Все вот такое вот. Кошки в восторге. Спасибо большое всем, кто помогал нам. Нашим кошечкам. Вот, смотрите. Вот так вот. мы сейчас будем готовить им кушать. Вот. Перемололи мы говяжий ливер. Подготовили. Потом его заморозим. Также сварили кашу. Это у нас сечка. Рис здесь мелко измельченный. Речка мелко измельченная. Они более дешевые. Рис получается 1 килограмм 41 гривна. А гречка 25 гривен. Это именно измельченная. Кошкам нельзя давать никакие крупы, кроме речки, риса, кукурузная крупа и пластифциль, как они называются, геркулес. Все. Больше никакие крупы кошкам давать нельзя. Так. Желательно, конечно, кошкам давать от 100 до 150 грамм в сутки мяса. Это обязательное. Но можно давать без каши. Так как мы немножко экономим. Все-таки 17 кошек накормить тоже такое большое количество довольно сложно. Вот мы сейчас добавим где-то в пределах килограмм. Может быть 2 килограмма. Вот такое количество варша мы добавляем. Вообще положено где-то процентов 70. Мы сделаем где-то 50 на 50. Чтобы было более экономно. Вот. вот такое количество и получается у нас довольно выгодно готовить вот такую вот смесь. Фарш стоит 35 гривен килограмм. Ну рис и гречка я уже говорил какая цена. Ну приходит где-то в пределах на 7 килограмм положили 35 ну и там пускай сколько там по стакану гречки стакан риса ну выходит где-то в пределах 55 60 гривен 60 гривен это в день на 17 кошек мне кажется это даже просто супер лучше чем покупать самый дешевый корм за 100 гривен вот это мне кажется самое самое лучшее если вы считаете что есть еще какой-то способ большая просьба напишите нам в комментариях мы обязательно посмотрим если это будет приемлемо до нас там обязательно приготовим сейчас мы все перемешаем если будет маловато добавим еще немножко смесь как корма все натуральное никакой химии никаких консервантов кошки восторге от такого корма сейчас мы насыпем несколько тарелок так ну все все бегут что такое кто тёмас ну красавица ты кричишь тома давай иди кушай иди давай 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 муся а ты чего иди иди кушай иди конечно кушай Иди, иди, моя красавица, иди кушай. Вот, смотрите. Все наше хозяйство в сборе. Все кушают. Вот все, что осталось. Это из четырех тарелок. Мы сыпали все в одну тарелочку. Вот они сейчас доедают. И прошло буквально 10 минут. И все съели. Тиночка, тебе понравилось? Красавица моя. Тиночка. Да. Вкусно? Красавица моя. Бося, Бося. Ну? Досенька, Дося. Ты красавица. Досенька. Ду, Дося. Мур, мур. Да. Красота наша. Досенька. Да, да. Так, мы сейчас покажем вам, как наши кошечки любят... Иди, Манечка, иди. Иди, помидорчики. Одна любит помидоры, вторая любит дыни. Да, вторая любит дыни. Муселька, иди. Муся, Муся, иди сюда, иди. Иди, моя красавица. Она не любит, когда с кем-то. Да, она у нас единовично любит. Она сама, отдельно от кого-то. Даже когда все кошки кушают, она не ест. Вот. Это дыня. Это ее любимая. А Маня помидоры... Так. Она и дыни ест. Ну, раньше дыни... Это единственные... Две кошечки, которые кушают... Не так, как все кошки. Да, не так, как все кошки. Маня аж трусится за помидорами. Помидоры это все без нее. Невозможно порезать. Манечка, уже все закончила? Помидорчики, да? Скажи, сейчас закончу помидоры. Вот, все, помидоров уже нет. Так, сейчас примется за дыни. Будешь дыни кушать? Пошла дыни кушать. Муся, иди кушай. Ищи, кушай, моя радость. Такие у нас две красавицы. Кушай, кушай. Ну, Маня не ела раньше дыни. А сейчас за компанию и дыни пошли. Да. Выключай. Нет, не хочет. Вот, купили 4 мешка наполнителя для кошачьего туалета. Это вот такие вот ранулы. Это пелец. Это прессованная стружка. Твердых сортов древесины. Вот такие вот мешки. Мешок 30 килограмм. Это получается 10 гривен килограмм. 300 гривен мешок. Их продают фирмы, которые в основном торгуют углем или дровами. Или дровами. Это для печей. Ну, как своего рода топливо. Такое... Для котлов. Вот такой вот у нас туалет кошачий. Так. Вот я беру, в основном наполняю, 7 таких призрачней. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Меняем три раза в день. Ну, три раза в сутки. Если, к примеру, покупать такой же наполнитель в магазине для животных, он стоит 15 килограмм в пределах 300-350 гривен. Ну, как бы получается, так покупать мешками гораздо выгодней, чтобы в кошачьем туалете не было запаха, я добавляю пищевую соду. Вот беру где-то в пределах двух ложек. Вот раз. Насыпал столько. Сода мгновенно нейтрализует запах. Запаха вообще никакого нету. Теперь только раскрусил, чтобы оно на дно упало. Все. Теперь можно вставить туалет. Вот. Вот кошачий туалет. Семь жмень, что я насыпал. Вот, получается, половина туалета не разбухает. Но больше насыпать не надо. Почему? Потому что, когда будут они загребать, все это будет на полу. Будет вылетать. Как раз это семь жмень хватает вполне. Дорогие наши подписчики, люди просто, которые зашли к нам на канал, посмотрели видео. Мы так благодарны вам за то, что вы помогаете нам в содержании наших кошек. Вы знаете, нет слов выразить благодарность, потому что такое тяжелое время, люди все равно остаются неравнодушными к животным, помогают. Я вообще нет слов. Всем очень огромное, большущее спасибо человеческое от всего сердца. Мы хотим еще, чтобы вы написали, какие фильмы снимать. Ну, наверное, больше про кошек мы не будем, наверное, снимать, да? Как бы все посмотрели. Может, если вам нравится, можете написать, снимать вам про кошек или что-то еще. Ну, сложно снимать видео, когда не тот профиль, с которого мы начинали. Четыре человека в прошлом видео только четыре человека сказали, снимайте. Один сказал про одну, другой про другую, третий про третью. Как бы, ну, всего три человека, непонятно, хотите ли вы, чтобы мы что-то снимали. Да, перца у нас нет, сейчас томата у нас нет. О чем снимать? Ну, о чем-то, наверное, будем. Ну, да, ну, напишите, пожалуйста, чтобы мы хотя бы ориентировались. Еще, если кто не видел предыдущее видео, что мы снимали, я ссылочку оставлю под видео, чтобы вы знали вообще для гостей, да? Кто мы такие, откуда мы приехали? Ну, ссылочка будет внизу. Ну, зайдете, посмотрите предыдущее видео. Ну, вроде все, да? Всем еще раз огромное спасибо. Большое спасибо от нас и от наших кошек. Да. Большое спасибо. Большое спасибо. Солнечные лучики Музик Томас, царапка Наполнены они теплом Любимые кошки, любимые Нежные, пушистые друзья Любимые кошки, любимые Вы с нами всегда, навсегда Мишка Тина и Рыжик наш Беляши верный, Бося тут Свет в окне и смех в доме Счастье дарят каждый день Наши пушистые друзья Солнечные лучики Музик Томас, царапка Наполнены они теплом Любимые кошки, любимые Нежные, пушистые друзья Любимые кошки, любимые Вы с нами всегда, навсегда Мишка Тина и Рыжик наш Беляши верный, Бося тут Свет в окне и смех в доме Счастье дарят каждый день Музик Томас, царапка Тина и Рыжик наш